Свинет лёд Я один навсегда Так жесток небесный дар Жизнь забыла, смерть не ждёт У своей черты Время, войн, катастроф Я читал по картам снов И на грязных площадях Я взывал к толпе Но пророк для людей И колдун и лицедей В их глазах я видел страх Страх душой прозреть Дай родиться вновь Из воды и света Жизнь не зная тайн Завтрашнего дня У иных миров Не просить ответа Дай родиться вновь Отпусти меня Всем привет! Сегодня будем рассматривать такой фрегат как Аршалон Это фрегат прикрытия фракция Федерация Хотя его обводы Могут Немножечко завести В заблуждение Что это ерехонец Нет, это не так Перейдем сразу К его фиту Итак Щиты я установил Термомодулятор щита Геморассеиватель И Разветвитель проекции Что же я получил? Я получил 21,5 тысяча щитов На единице При Вот таких Сопротивлениях Кинет 60 Электро 52 Термо 90 В экипаже Использовал Третий имплант Нижний В корпус Запер Систему Динамической Защиты И Термоизолирующее Покрытие Показания Корпуса Таковы Объем 17231 Единица По Кинету 71 По Электро 75 По термо 110 Довольно неплохие Цифры Значит Подкрепил Корпус Таким регеном Как Инжектор Жидкого Металла Который Восстанавливает Его Практически На 15 Тысяч Единиц Но при Объеме 17 Небольшим То есть Почти 90% Реген На щиты Не брал Принципиально Почему? Использовал Новый модуль Конвертер Излучения В активном состоянии Весь входящий Ем урон Используется Для восстановления щита Корабль при этом урон Не получает То есть Щитов нет Включил модуль Бросил перед собой Емовскую торпеду Да? Прямо в препятствие И поднял себе щиты Модуль ушел в откат По вам ведется огонь Мультифазовый адаптер щита Пожалуйста Не успеваете уходить Пожалуйста Спец модуль Но это Конечно Гвоздь программы Этого корабля Иначе Он не был бы Востребован Скажем так Корабль Принудительно Становится целью Всех противников В радиусе Трех километров Сопротивление щита Урону всех типов Возрастает На 250 единиц Не на 120 И не на 150 Как у крафтовых кораблей А на 250 На 7 секунд Это практически Крепость Установил лучевую пушку Ну Здесь Выбор каждого Да Я выбрал Лучевую Поскольку лучевой Проще отбиваться Скажем так От мелких Назойливых Инзиверсантов Рэбов Ну и разведчиков То есть Перехватов Ну что ж Просмотрим еще раз Экипаж Первый имплант внизу То есть Сопротивление корпуса Второй имплант Устанил посредине На дальность действия Сенсоров и орудия Третий внизу На сопротивление щита Четвертый имплант внизу Он хорошо подойдет Как для торпеды Так и скажем Для генератора Аномалии Если устанавливать Миноукладчик Я бы конечно же Использовал Четвертый средний Поскольку это Федовская прикрывашка Использовал Пятый верхний На повороты Если Например Я буду работать Лучевой пушкой Как я установил Я устанавливаю Шестой имплант Средний Если же Минометом Например Чтобы активное участие Принимать Уничтожение эсминцев Минометом Применяю Шестой имплант Нижний Но пока у меня Лучевая пушка Седьмой имплант Я установил Средним Снижает потребление энергии При включении форсажа На 17% Итак Смотрим Первый Бонус Это Энергопотребление форсажа Снижено на 25% Значит Я только Усилю Его Возможность Этого корабля Ну что ж Можно будет И проверить В скором времени Ну У меня все Спасибо вам за внимание До свидания До свидания Редактор субтитров Дай родиться вновь Из воды и света Жить не зная тайн Завтрашнего дня У иных миров Не просидет лето Дай родиться вновь Отпусти меня Спинет лед на губах Смотрит сквозь меня судьба Жизнь забыла Смерть не ждет У своей черты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова